Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 21 августа, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibogru. Начинаем с валютной пары EURUSD. Заявления Дональда Трампа о том, что он не в восторге от темпов повышения основной процентной ставки ФРС США, оказали достаточно сильную поддержку котировкам пары. Но дальнейшее их укрепление возможно лишь при условии, что большинство голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США поддержат обеспокоенность Трампа. Несмотря на сильное укрепление котировок пары, открытый интерес остается без изменений, а объемы торгов и вовсе снизились, указывая на преимущество продавцов. Волатильность торгов заметно увеличилась в понедельник, но и сегодня может оставаться повышенной, особенно с открытием американской торговой сессии. Дальнейшее укрепление котировок пары остается под большим сомнением, так как спрос над уровнем сопротивления 1.1535 остается слабым. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. Ослабление доллара США укрепило котировки пары, при этом все еще не исключая возобновление нисходящего движения от достигнутых максимумов. Важно учитывать, что спрос над уровнем сопротивления 1.2835 остается слабым. Укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, указывая на преимущество покупателей, но объемы торгов снижаются, что увеличивает риск коррекционного снижения. Волатильность торгов все еще остается ниже средних показателей за месяц и полгода, поэтому есть риск появления сильного ценового движения. Активные покупки под уровнем сопротивления 1.2835 остаются нецелесообразными. А сейчас придем к паре доллар США-канадский доллар. Котировки пары очень неуверенно снижаются под уровнем поддержки 1.3050, поэтому укрепление доллара США может оказать заметную поддержку котировкам, вернув котировки выше уровня 1.3050. Незначительное снижение котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов продолжает снижаться, увеличивая вероятность появления сильного ценового движения в краткосрочном периоде. До возврата котировок пары выше 1.3050 рынок остается медвежьим, но активные продажи уже нецелесообразны. А сейчас придем к событиям сегодняшнего дня. Заявления Дональда Трампа о том, что он не в восторге от темпа повышения основной процентной ставки ФРС США и, как следствие, работы своего протеже на посту председателя Федрезерва Джерема Пауэлла оказали сильное давление на доллар США. Но дальнейшие перспективы американской валюты будут зависеть от реакции представителей ФРС США на комментарии Трампа. На этом у меня все. Благодарю за внимание и оставайтесь в фокусе с компанией Fibogrupp. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Фибогрупп. Ваша финансовая группа поддержки.